Встреча, которую тысячу лет ждали, состоялась в субботу. В Гаване патриарх, всея Руси и папа Римский пожали друг другу руки. Событие не просто историческое, а только что вообще невероятное. Ведь между церквями противоречий столько, что даже разговоры о нем были ересью. Но пастыри решились сделать шаг ради спасения паствы. Ведь и уничтожение христиан на Ближнем Востоке, и разрушение стремительных традиционных христианских ценностей это новая реальность, затмившая собой все богословские споры. Святые отцы прилетели в Гавану, коммунистические правители Кубы с невероятным уважением их припроводили навстречу, а весь мир замер, наблюдая. Потому что в безбожно сложные времена взоры в последней надежде всегда на церковь и обращаются. Мой коллега Павел Краснов наблюдал за встречей, пытаясь расшифровать малейшие ее детали. Ведь и православная церковь, и католический престол всегда были мастерами тайной дипломатии и тайных знаков, понятных только посвященным. Субтитры создавал DimaTorzok и церковных дипломатов, столь детальное совпадение вышло символичным. На Кубе два первосвященника встречались как равные друг другу. И вряд ли это событие могло быть обставлено иначе, учитывая, что глав христианских церквей вела к нему дорога куда более долгая, чем просто перелет через океан. Держи на работу. На элли работаю, чтобы я не буду. Протокол этой встречи отрабатывали до мелочей. Заранее было известно, что в зал для переговоров патриарх и понтифик войдут навстречу друг другу, остановятся для приветствия. Но предугадать до конца, каким окажется этот миг и какие прозвучат слова, было невозможно. Я благодарю Святую Троицу, что такая возможность предоставилась. Как вы уже говорили, встреча своевременная. Очень рад вас видеть. Было теплое общение, и они взяли друг друга за руки, держали друг друга и смотрели друг другу в глаза. Я думаю, что это очень важно, потому что в противном случае они бы просто сели бы на свои места и начали какие-то официальные речи. Но, в общем, было видно, что им был важен и сам факт этого общения, этой встречи. И почему это важно, в Гаване объяснять не было нужды. Местные власти даже закрыли на время встречи аэропорт, чтобы общению предстоятелей ничто не мешало. А заполнившие открытый здесь же пресс-центр журналисты со всего мира старались не пропустить ни одной детали исторической встречи лидеров самых больших христианских общин на планете. Подобную встречу когда-то трудно было представить слишком тяжелой исторической грустности отношения православных и католиков столетиями. Третий Рим был вынужден отбивать атаки первого, и два часа слишком мало, чтобы навсегда оставить это позади. Но все же тяжесть сегодняшних испытаний способна перевесить даже память о прошлом. Эти обстоятельства, что заставили Ватикан и Москву ускорить давно планировавшуюся встречу, известны. Когда на Ближнем Востоке против христиан развернут террор, где варвары не делают различий между православными и католиками, откладывать разговоры дальше было нельзя. А для подобной беседы вполне подходил и скромный зал обычного аэропорта. Результаты этой беседы дают мне возможность сказать, что сегодня две церкви могут активно совместно работать, защищая христиан по всему миру, и с полной ответственностью совместно работать для того, чтобы не было войны, чтобы повсюду уважалась человеческая жизнь, укреплялись основы семейной, личной, общественной и нравственной. Сам по себе общий ответ на общие вызовы сюрпризом не стал. Еще перед встречей было объявлено, по ее окончанию папа и патриарх подпишут совместную декларацию. Ее готовили долго, выверяя каждое слово, но кто знал, какими в итоге окажутся эти слова. Православные и католики – не соперники, а братья. Это фраза, открывающая новую эру в отношениях церквей. Встреча проходила в спартанских условиях, а мы привыкли к торжественным мероприятиям протокола – церкви, памятники, иконы, шествия, свечи, ритуал одним словом. Но я бы сказал, что после этой встречи началась новая историческая эпоха. Это помогает понять, и почему в зале, где проходила беседа, установили православное распятие. Литмотив заявления двух предстоятелей у возглавляемых ими церквей больше общего, чем различного. Мы провели два часа в открытых братских дискуссиях с полным пониманием ответственности за свои церкви, за будущее христианства и за будущее человеческой цивилизации. Это была очень содержательная беседа, которая дала нам возможность понять и почувствовать позиции друг друга. Мы говорили как братья, потому что мы оба служители церкви. У нас одна вера, и мы ищем одного и того же пути. Мы говорили очень откровенно. И я вас уверяю, что в этой беседе я чувствовал присутствие Духа Святого. В исторической декларации общие взгляды на проблемы мирские, призыв к миру на Ближнем Востоке, на Украине и церковные, те, что веками разделяли православие и католичество. Причем в вопросах самых болезненных Папа Римский принимает сторону Москвы, например, отказываясь от униатства, подчинения православных общин Ватикану. И общей нитью по страницам проходит мысль о том, что христиане должны быть вместе. Пусть это и не единение разделенных сегодня церквей, но и их сближение теперь, пожалуй, свершившийся факт. Православные католики должны научиться нести согласное свидетельство истины в тех областях, в которых это возможно и необходимо. Человеческая цивилизация вступила в период эпохальных перемен. Христианская совесть и пастырская ответственность не позволяют нам оставаться безучастными к вызовам, требующим совместного ответа. Их дороги снова расходятся. После короткой встречи патриарх и Папа отправятся дальше, но вместе с ними на этом перекрестке шаг навстречу друг другу. Спустя почти тысячу лет сделали и миллионы христиан, а им в будущем вполне может оказаться по пути. Павел Краснов, Николай Сысоев, Валерий Севастьянов, Анастасия Берестенко. Первый канал. Гавана. Куба.